Привет, друзья! Меня зовут Дарья, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дарья Арт Рисовать Может Каждый. Сегодня выходит итоговый финальный урок нашего марафона, третий по счету, где мы создаем прекрасную девушку в лаванде. Вообще, образ женский в цветах, любим моими учениками, и поэтому все запросы перед марафоном мы учитывали и подбирали темы для того, чтобы было больше интересных и разнообразных сюжетов. Не забывайте проходить в описании к данному видео, там есть подробный список материалов, где вы увидите все нужные цвета маркеров. Обязательно их готовьте, и давайте будем приступать к созданию данного сюжета. Начинаем с карандашной разметки. Нам нужно найти положение фигуры и, конечно же, объем цветов вокруг фигуры тоже найти. Примерно ставим себе засечку, где у нас будет находиться объем девушки. Данную высоту мы должны разделить на 3,5 участка, на 3,5 отрезка, чтобы продолжить компоновку. Мы с вами за основу берем шляпу. Конечно, можно опираться и простраивать с большим уклоном на анатомию фигуры, просматривать пропорции. Но так как мы рисуем с вами скетч и акцент у шляпы достаточно сильный, она большой объем занимает, легче всего ориентироваться именно на нее, на высоту головы, шеи и шляпы. То есть весь этот объем мы берем и очень удобно делится в данном случае фигура. То есть мы берем объем шляпы и 3,5 раза, 3,5 отрезка находим. То есть верхние 3 отрезки, то есть тут находится шляпа, здесь начинаются плечи, здесь находится талия, здесь край платья, то есть не бедра, а край платья. И дальше уже идет объем ног. Основные моменты мы с вами таким образом найдем. Начинаем разметку. Поля шляпы у нас такой овал эллипс под наклоном. Важно центральную часть шляпы делать по центру полей. То есть мы примерно находим центр, где у нас находятся поля шляпы, поднимаем высоту и приделываем данные поля. То есть вы должны понимать, что сейчас мы делаем условную разметку, все основные объемы мы найдем в итоге. То есть вот в это место у нас встраивается затылок, то есть там внутри у нас находится затылок, здесь у нас лицевая часть. И очень удобно, что нам не нужно простраивать голову, мы просто с вами видим объем коры. И можем даже здесь какие-то такие волоски на ветру добавить. Дальше. Нам важно, чтобы от линии затылка, вот который... То есть представьте, как вы надеваете на себя шляпу, как вот ваш затылок входит вот сюда, в часть шляпы. И здесь проведите рукой по вашему затылку, вы почувствуете, что есть прогиб, переход в шею. И потом, что шея делает? Она уходит на возвышение к спине. И вот в этом месте как раз у нас примерно должен быть позвоночник. Мы как раз видим, здесь край шляпы, здесь у нас заканчивается шея, где шляпа. И вот в этом месте движение шеи добавим. Шея у нас не просто углом встраивается в плечи. То есть тут у нас плавный переход за счет трапециевидной мышцы спины. Да, то есть тут скат. И плечи немножко уходят вниз, стоя с другой стороны. Дальше. Линия плеч. Если мы посмотрим на девушку, то мы увидим, что немножечко легкий-легкий есть наклон плеч. Левое плечо ниже, правое выше. Нашли эту диагональ. Дальше. Так как позвоночник вот у нас здесь, да, центр нашли условно. Мы должны понимать, что передняя часть, правая, должна быть больше, задняя, левая, должна быть уже. То есть мы примерно находим ширину плеч и показываем, что справа объем больше. Тут у нас находятся плечи. И дальше мы видим движение руки. Здесь у нас находится локоть. Локоть там, где талия, вы можете проверить данное утверждение на себе. Где локоть у нас идет расширение, потом заужение к запястью. И тут рука уходит вбок. Как раз там, где у нас, то есть вот мы сделаем. Так. И увидим, что, давайте я еще раз проверю. Так, один. Один. Два. Да. Там, где у нас локти, там где талия. Именно на этом отрезке. И на заужение идет объем к запястью. То есть руки достаточно длинные. Запястье там, где платье заканчивается чуть-чуть выше. И здесь идет объем кисти. Кисть состоит из двух трапеций. То есть достаточно условно с вами наметили. Дальше. Отмечаем. Дальнюю руку. То есть примерное движение. То есть она уходит за платье. И само платье. Как раз где у нас талия заканчивается верхний ряд валанов. Достаточно условно. Бретельки найдем. Движение платья. Эти вот валанчики, которые начало локтя прикрывают. Обратите внимание, как у нас движется ветер. И с этой стороны платье также у нас уходит сюда на убыль. И сюда же ветер наше платье поднимает. И мы художественные линии можем даже в данный момент усилить, сильнее сделать движение ветра. Дальше. Что мы с вами видим? Здесь у нас находится талия. Изгиб в позвоночнике. Где у нас потом ходит объем в поясницу. В этом месте у нас находятся бедра. Вот они здесь. Тут у нас грудная клетка. Что мы с вами не видим под платье? Мы не видим движение именно бедра. То есть примерно, условно, если у нас объем правого плеча выше, левого ниже, то здесь наоборот. Левая выше, правая ниже. То есть опорная нога вот здесь будет правая, она передняя. И мы с вами коленку не увидим. Мы увидим с вами только движение бедра. И для большей выразительности данную ногу я немножечко уведу вперед. Сделаем крест-накрест. Для того, чтобы усилить объем позы. Объем ног можно чуть-чуть сделать постройнее. Тут посмотрите по желанию. Ноги по объему бывают разные. И основной объем мы с вами нашли. Позу нашли. И сейчас давайте поточнее девушку отрисуем. Вспомогательные линии все убираем. Все моменты с вами прорисовали. Здесь начинаем со шляпы. Опираясь на фотографию. То есть когда у нас найдены все объемы, все размеры, отрисовать намного проще, опираясь на контуры фото. Когда мы уже точно знаем место положения каждого объема и оправдали его положение. Поняли, где какой объем находится. Шляпа. Обратите внимание, что макушка здесь идет на расширение. Так, лента. Дальше. Движение полей шляпы перед нами больше. От нас дальше меньше. Чтобы дальняя линия полей обязательно должна сходиться. То есть не может быть олесенки. Так, отметили. И вот эти вот линии должны быть. Все должно быть симметрично. Проверили, отметили, показали. Дальше. В этой части у нас идет объем каре. Можно сделать линию волос больше. Но мне вообще вот этот силуэт каре нравится. Я его оставлю. Дальше показываем линию шеи. Переход в плечо. На плече здесь аккуратная бретелька. Движение плеча перед нами. Уточним. Рельеф. На оболь потом объем идет. И на легкое расширение пойдет к локтю. Тут складка подмышки. Дорисовываем лямку. Этот вот прогиб. Отмечаем. Здесь у нас силуэт лопаток хорошо виднеется. Сделали. И в этом месте под шляпой. Также объем бретельки нашли. Добавили объем плеча. То есть у плеча есть небольшой рельеф. За счет групп мышц. То есть это не плоское место. И движение складок на платье. Как я и сказала, мне хочется движение ветра усилить. Поэтому я сильнее поднимаю данные складки вбок. Теперь с этой стороны мы видим рельеф локотка. И все это дело прекрасное. Тут у нас перегиб. И все это закрыто складками. Закрыто складками. И прекрасно. Когда что-то закрыто складками, это прорисовывать не нужно. Здесь рельеф руки на расширение. Потом идет на заужение. То есть усматривайтесь фотографию. Здесь у нас находится запястье. И сюда же у нас вперед выскакивает объем платья. Как я и сказала, мне хочется прям сделать посильнее ветер. Поэтому добавила более сильный порыв ветра за счет ткани. Здесь у нас идет кисть. И что мы здесь видим? Мы на фотографии практически ничего не видим за счет цветов. Но если мы посмотрим на нашу руку, от запястья у нас идет объем на расширение. Потом у нас идут пясные косточки. И объем пальчиков уходит на заужение. Сделали. Объем руки. Вы можете проверить это по себе. Больше половины занимает. Сделали. Здесь у нас будет рельеф пясных косточек. Но сильнее прорисовывать не будем. Мы руку будем прикрывать цветами. Поэтому для схемы этого достаточно. Добавляем движение платья в складки. И здесь у нас идет движение бедра на заужение и дальнее бедро. То есть мы... Ну и раз тут, наверное, должно бедро выйти. То есть ноги крест-накрест сделали. Такой у нас с вами получился образ девушки. Дальше девушка у нас находится в цветах фиолетовых. Я подозреваю, что может быть это лаванда, а может быть не лаванда. Поэтому тут посмотрите по желанию. Я буду делать больше именно лаванду. Больше похожую на лаванду. Вы можете брать ближе к фотореференцию объем цветов. Итак, что же такое лаванда? Лаванда это достаточно выпуклый объем. То есть мы смотрим на девушку немножко снизу. Поэтому у нее такие достаточно вытянутые объемы по отношению к голове. И мы сейчас должны подчеркнуть наш угол зрения. Что мы именно смотрим снизу. Подчеркивать мы это будем именно цветами. То есть вот у нас здесь идет стебелек цветочка. А здесь я буду делать больший объем лаванды. Он более вытянутый. То есть мы рисуем стебелечек. И в верхней части вытянутыми объемами намечаем такими рядками цветы лаванды. И чем ниже, тем больше между ними пространства. И как раз мы этими цветами будем закрывать объем руки. Так, здесь, например, у нас будет виднеться объемчик попрямее и покороче. То есть таким образом нам нужно весь объем заполнить цветами. Дальше нам нужно с вами найти горы. То есть вот они здесь ниже плеч. Примерный силуэт гор. Наметим. Отлично. И основной рисунок у нас готов. Прокатываем клячкой. Будем переходить к более точной прорисовке. Поэтому берем фиолетовый карандаш, опираясь на форму лаванды. Начинаем уже поточнее, посимпатичнее отрисовывать объем цветов лаванды. И сразу добавлять стебелечек с зеленым цветом. Лаванду мы с вами прорисовали. Получился очень интересный объем рамки, в которой мы заключили девушку. Теперь мы прорисовываем девушку. Здесь, где у нас идет объем платья, мы будем использовать голубой карандаш. Потому что здесь очень сильно идет рефлекс от голубого неба. И также рефлекс идет от фиолетовых цветов. Поэтому голубой будет уместно смотреться на платье. И дальше мы берем охристый карандаш и обводим все остальное. Сделали. Дальше зеленым цветом обводим дальний холл. Отлично. Ну и по желанию голубым цветом можно легким-легким нажатием основные облака отметить. Которые мы будем добавлять. Отлично. Такой у нас с вами рисунок получился. Очень классная основа. Клячкой проходимся. Убираем весь лишний карандаш. Мы с вами переходим к следующему этапу. Переходим к маркерам. Здесь нам нужно, конечно, подобрать нужную палитру для каждого предмета в работе. То есть у нас здесь идет лаванда и девушка. Мы для лаванды берем уже знакомые нам оттенки. И для цветов, и для зелени. Вот для кожи у нас добавляются два цвета. ТС-206 и Т-202 именно для того, чтобы создать оттенок кожи. Но в основном мы будем брать знакомый нам светло-розовый цвет. У-103 желто-оранжевый цвет я переношу из первой работы для того, чтобы сделать шляпу. Если у вас больше оттенков маркеров, у вас нет ограничений, то, конечно, вы можете подобрать светло-серые оттенки, охристые оттенки, светлые для того, чтобы создать шляпу. Ближе к фотореференцию. Я же буду делать ее прям такую соломенную, яркую, рыжую шляпу. Для неба, для облаков, для цвета неба мы берем знакомые нам голубые оттенки. Ну и, конечно же, добавляется один серый цвет для того, чтобы углубить цвет и тени в складках на платье девушки и на шляпе, и везде тени курить. 12 маркеров нам потребуется. Готовьте нужные цвета, подбирайте похожие из вашей палитры и давайте приступать к работе с цветом. Начнем мы работать с девушки. Она у нас центральная. Главное, берем P402 и полностью закрываем участок кожи. После этого мы берем S206 и начинаем добавлять объем. То есть тут источник цвета у нас слева, тени справа, поэтому с правой стороны мы везде насыщеннее делаем цвет кожи. Дальше возвращаемся к предыдущему розовому цвету и растушевываем край. Теперь берем темный цвет T202 и продолжаем углублять тени. Тени тут достаточно контрастные за счет того, что яркий свет солнца. Сделали и снова берем предыдущий оттенок S206 и растушевываем край, чтобы переход в тень был мягче. И снова берем T202 и углубим тень повторным слоем. Сделали. У нас появился с вами объем кожи. Дальше мы продолжим прорабатывать платье. А снова мы берем светло-голубой цвет, чтобы добавить складки. Б-601. И этим цветом достаточно аккуратно начинаем объем складок прорабатывать. Сделали. У нас с вами получилась основа из складок. Мы берем цвет серый B103 и продолжаем углублять складки. Дальше для того, чтобы тени были по цвету интереснее, мы берем светло-фиолетовый цвет и закрываем некоторые складки. Отлично. Снова берем серый цвет и еще раз углубим складки. Дальше добавим цвет на шляпу. То есть тут шляпа у нас достаточно светлая на фотографии, как я и сказала. Мы будем делать ее по насыщеннее по цвету, чтобы задействовать предыдущие маркеры и сильно не расширять палитру. В основу мы возьмем цвет телесный S206 и полностью закроем шляпу. Далее мы берем U103 и начинаем прорабатывать объем соломы. То есть добавляем намек на редки. Так у нас идет солома. Ну и конечно же сразу темнинки, участки, которые в тени. Дальше берем предыдущий цвет и все эти объемчики растушуем, чтобы они были мягче. И еще раз пройдемся именно по теням, сделаем их насыщеннее. Также мы возвращаемся к T202 и им усилим тень на шляпе. Текстуру кусовом. То есть такая вот наша шляпа с вами получается. Дальше этим же T202 мы закроем волосы. Если у вас есть темно-коричневый цвет, вы можете им сделать волосы ближе к фотореференцию. Я же доработаю черным карандашиком, потом волосы. Текстуру сделаю. И еще раз тень добавим. Фиолетовым цветом, насыщенным. Закроем полоску на шляпе. Отлично. Еще раз возьмем T202. Еще раз усилим тени на шляпе. И волосы по насыщеннее сделаем. Отлично. Вот такой у нас с вами получается уже сюжет. Достаточно интересный. Нам нужно сделать полоску на шляпе насыщеннее нижней части. То есть мы добавляем больше фиолетовой. И будем уже переходить к прорисовке пространства вокруг девушки. То есть мы сразу с вами добавим небо, а потом добавим лаванду. Потому что она местами будет достаточно контрастная, насыщенная. И мы перекроем те нюансы и косяки, которые допустили в проработке неба. Здесь для неба мы смело берем светло-голубой цвет B601 и полностью весь участок неба им закроем. А уже потом более насыщенным B602 мы закроем темные участки неба и оставим в предыдущих объемах цвет облаков. То есть будем работать таким образом. Можно работать широкой частью. Делали. И дальше берем цвет голубой по насыщеннее и начинаем формировать облака. То есть тут местами мы закрываем именно те участки, где у нас небо. А в оставшихся участках будут облака. Таким образом. Ну и объем облаков получается вы формируете интуитивно. Можно сделать их больше, меньше. И можно делать у них неровный край, чтобы этот объем чувствовался. Я думаю достаточно. Добавили объем неба. Возвращаемся к светло-голубому цвету. И в облаках, в нижней части особенно формируем такой рельеф неровный. Показываем, что облака у нас не плоские, что снизу они потемнее. Отлично. Небо у нас готово. Давайте добавим сразу дальний план для того, чтобы обозначить дальнюю гору. Увести ее туда в даль. Ее больно не прорабатывать. Темно-зеленым цветом G104. Ее закроем. Дальше займемся уже цветами. Нам нужно светло-фиолетовым цветом полностью закрыть всю лаванду. Вот так. Далее берем цвет промежуточный, P406. И начинаем добавлять теневые объемы у лаванды. Прорабатывать каждый цветочек. Далее берем темно-фиолетовый цвет и уже финальные тени прорабатываем на лаванде. Помним, что тени у нас справа. И каждый цветочек с правой стороны темни. Еще сверху у каждого цветочка добавляем небольшой рельеф, чтобы подчеркнуть, что это именно бутончики. Далее берем темно-фиолетовый цвет. Далее берем темно-фиолетовый цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сделали. Сейчас нам нужно с вами сделать растушевку. Мы возвращаемся к светло-фиолетовому цвету. Проходимся по каждому объемчику и его растушевываем. Дальше мы с вами берем светло-зеленый цвет, G302. И добавляем стебельки всей лаванди, которую мы сейчас отрисовали. Темно-зеленым цветом G104 мы каждому стебельку справа добавляем тень. Дальше нам нужно доработать полянку, которая находится за девушкой. И как вы видите на фтореференсе, там у нас очень много объема цветов, небольших, дальних. И здесь мы тоже должны добавить намек, что она стоит в поле, которое усыпано цветами. Поэтому здесь мы берем светло-фиолетовый цвет и начинаем объем, который за девушкой, закрывать пятнами фиолетовыми. Дальше мы тоже самое делаем светло-зеленым цветом. Как бы заполняя оставшиеся пространства. Сделали дальше, нам нужно добавить, что там у нас находится силуэт травы. Мы берем серый цвет V103 и начинаем точно так же проходиться по фону, но при этом как бы растушевывая между собой фиолетовый и зеленый. И тем самым делать его более размытым объемом, более темным и дальним. Сделали отлично. И у нас получился какой-то такой намек на дальний план. Нам сейчас нужно работу доработать, добавить проработку цветными карандашами и, конечно же, блики добавить при помощи белой гелевой ручки. Сейчас еще возьмем звонкий голубой цвет B602 и пройдемся по цветам некоторым. Добавим отблеск этот голубенький в цветы, потому что небо у нас насыщенное и отблеск от неба должен быть в цветах. И в тенях некоторых на платье тоже понасыщеннее и поголубее делаем теневые складки. Опять же мы это делаем для того, чтобы оправдать яркую голубизну неба. От лямок нужно обязательно добавить тени. Мы вернемся к Т202 и добавим тени с правой стороны от лямок. И мы переходим к проработке цветными карандашами. Мы здесь берем белый цвет и, конечно же, берем черный цвет, чтобы доработать основные тени. Что нам нужно сделать? Нам нужно показать, что лента снизу темнее на шляпе, тень на шляпе тоже понасыщеннее, по контрастнее. Растушуем. И наоборот усилить свет верхней части на шляпе. И на ленте. То есть усилили объем. Дальше точно так же мы черным карандашиком под затемним объем волос. Можно было волосы изначально сделать темнее маркером, если у вас есть в наличии темный маркер. Проработайте им. Я же вот усилю цвет волос при помощи снова карандаша и вот эти вот волоски по ветру. Тоже подобавляем. Под шляпой нужно усилить тень. Достаточно контрастная. Тень под лопаткой вот здесь усилим. Стыки подмышек. И вот где у нас идет рука, под рукой на платье. Чтобы рука прижимается. И на руке от платья тень усилим, что тут места таки более теневые. Дальше местами складочки под затемним. Особенно внутреннюю часть. Стык в дальнюю ножку, затем нем сильнее. Под зубкой тень тоже чуть-чуть усилим. Вот у нас так объем усилился. В плане проработки с девушкой все готово. Она у нас получилась отлично. А сейчас точно так же нам нужно доработать с вами цветы на первом плане. Выделить их вперед. Ну и конечно же еще немножко облака. То есть я тут накручиваю в верхнем объеме облаков дополнительную текстуру светлую. Сверху облака светлее. Это еле заметные изменения, но таким образом облака станут еще рельефнее. Отлично. Дальше по светлому объему неба мелкие-мелкие какие-то такие облачка, которые оторвались от основных облаков, тоже можно наштриховать. Супер. Продолжаем работу белым карандашиком. С левой стороны можно подобавлять свет на цветы. Черным карандашом местами можно теневой контур усилить. Главное не переборщить, только самые-самые темные стыки выделить. И сейчас нам нужно добавить, конечно же, живости в работу. При помощи добавления дополнительных травинок. Тут мы берем зеленый карандаш и прям вот наштриховываем травинки. Отлично. Так объем цветов стал еще живее за счет того, что мы добавили динамику травы. Сейчас последний этап это добавление белых бликов. Нам нужно усилить цвет слева, тени справа за счет этого. Поэтому проходимся по левой стороне и по шляпе и по всем объемам цветов подчеркиваем свет. Расставили белые блики и работа готова. Такой итог у нас с вами получился. По-моему, прекрасный сюжет по завершению данного марафона. И, конечно же, он вдохновил многих продолжить маркерное творчество. Поэтому обязательно проходите в описании к данному видео. И всем интересующимся я предлагаю новый пакет уроков по спиртовым маркерам, где мы рисуем прекрасных девушек и цветы. Подробности в описании. И, конечно, не забывайте поделиться вашим результатом по данному уроку в группе ВКонтакте. Ведь в конце марафона по итогу всех трех уроков мы с вами проводим большой конкурс. Бренд Малевич, неизменный наш любимый спонсор, разыгрывает большой набор спиртовых маркеров Флора и Скетчбук Бристол. У вас есть все шансы, чтобы выиграть данные призы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что все ссылки есть в описании к данному видео. Проходите, смотрите, присоединяйтесь к нам в группе ВКонтакте, либо в Телеграм-канале. Будем общаться там. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья. Всем пока-пока-пока.